всем привет и так после первых трех туров настроение у меня было не очень здесь выручила конечно очень здорово выручила екатерина валентиновна ковалевская то есть прогулочки ужин с катюшей помогли немножко восстановить равновесие которое после потери куча очков было как бы не самым вот ну и каждый день на турнире каждое утро я решал наличиеся задачки вечером тоже подтягивал свою слабое звено тактику ну первая партия сложилась я даже не угадал то что я буду играть то есть в эту линию я хотел выйти пугая выигрышем пешки dc b5 но значит моя противница сыграла ферзь c2 f5 здесь играть это самоубийство слоны в 4 и посмотрите партию овечкин бочкарев она у меня прокомментирована и она есть книжки кляпина таран ботвинника поэтому кони в 6 g3 получили каталон но вылепил c5 пешка d4 недостаточно защищена но как вы сами догадываетесь уверенности в том что я играю правильно у меня не было dc здесь конечно интересно было дать шах на a5 потом взять на c5 с угрозой входом в b5 понападать на пешку c4 но d4 тоже выглядит очень логично мы захватили пространство рокировка слон c5 здесь белым надо было сыграть слон g5 я так понимаю они сыграли слон f4 с идеей конь е5 ход достаточно стандартный но после конь d7 поле е5 под надежным контролем по какой-то причине я пока е5 здесь не сыграл сделал рокировку и серия на мой взгляд слабых ходов так но коль же 5 ходить глупо я как минимум могу вернуться конем на f6 ферзь е4 ладья е8 а здесь на конь g5 я готов пойти конь и пусть я так понял ходом ферзь е4 карина боролась с идеей f6 чтоб пешка е6 подвисала слон h3 еще один ход неудачный h6 подрыв 6 конечно сейчас не в голову делать не придет но сходом е5 белым надо считаться на каждом ходу на всякий случай я отнял поле же 5 у белых фигур и после слабого хода а3 е5 но белые должны были бить на c8 хотя позиция там конечно выглядит совершенно безнадежной слон c8 ладья c8 убежали слоном с f4 е4 потом d3 конь d4 в общем черные наверняка там где-то быстро мотают в крайнем случае предварительно ферзь d7 перед d3 сыграют а после б4 слон h3 там еще сделано было несколько ходов ну в общем по моему конь c3 что я тут сделал даже не помню конь d7 конь е4 тут я долго думал если честно может ферзь е7 в общем как-то все пешки удалось отнять и партия не затянулась ладно годов пять мы здесь сделали добивание я не помню так значит в следующем туре я играл белыми против антона антоновского из златоуста ну для меня загадка было то есть мне сказали что против челябинских шахматистов мои челябинские друзья не будут рассказывать в общем чего мне ждать это они молодцы вот но он меня приятно удивил вот таким вот дебютом можно было пойти на целяночку я предпочел сыграть d5 вот эта позиция она примерно равная ну как примерно равных это я вру чуть-чуть похуже у черных но она очень крепкая то есть ее пробивать долго и конечно поэтому партию я не восстановил как-то мне удалось сыграть конь c4 слоны в 4 потом мы все меняли у меня остался сильный конь против слона мне удалось еще и фе виды изменить позицию что все время грозило и 45 вот к сожалению про эту партию много рассказать не смогу как выиграл сам не понимаю форма была не самой плохой да в следующем туре я играл черными против бывшего своего ученика александра сычева сейчас момент и после до 4 кони в 6 я эту партию тоже как вы догадываетесь до конца не помню я пошел в очень редкую сейчас закрытую бинони когда-то давным давно мой тренер анатолий тимофеевич терентьев мастер спорта из екатеринбурга давно лет наверное мне 12 или 13 было сказал если хочешь научиться защищаться поиграй вот этот горшок вот действительно на затяжную борьбу иногда я сюда выхожу объективно у черных здесь очень неприятная позиция но в длительной борьбе мне удалось переиграть своего бывшего ученика и партию я в общем-то по большому счету извините похвастаться ей не могу ученику сохранить ее важнее все таки он и проиграл надо учиться на своих ошибках но у меня ошибка понятная то есть вот в этот ящик я никому не советую выходить значит и в следующем туре я играю белыми против байгильдина альберта это седьмой тур то есть у меня уже они в 6 туда первую черными 2 белым 3 до 4 до 7 тур альберт челябинский шахматист я вспомнил что не так давно пару лет назад мой ученик против него испытывал трудности в защите грюнфельда и поэтому решил выйти в антигрюнфельд ферзь а4 слон d7 ферзь b3 и слон g7 от являющейся серьезной неточностью после е4 у черных строго единственный ответ c6 о нет нет рокировку то он правильно сделал вместо слон g7 конечно конь c6 здесь надо ходить другого просто нет у белых есть острая линия с е4 есть спокой и есть две спокойные d4 и g3 дальше углубляться не буду строкировка е5 здесь надо ходить конь е8 потом c6 насколько я помню и позиция еще достаточно крепенькая учет последовало слон е6 вообще я сыграл здесь ферзь аж 4 но был вполне нормальным ход еф солнце 4fg желающие могут обнаружил найти ну эту партию так тут по моему сахис обыграл очень хорошо на моих глазах 2006 году и где партия то в общем здесь у белых должно быть должен быть очень большой перевес независимости от того возьмут на f1 черное или на g7 по сравнению с одним из известных вариантов антигрюнфельда у белых сохранилась пешка d пешка d сохранилась вот и это является решающим фактором то есть перевес белых несомненный но я сыграл ферзь h4 у черных проблема с отступлением коня то есть после конь d5 конь g5 грозит мат и структура черных превратилась в руины пешка на е5 подвисает поэтому я ее защитил d4 грозит g4 слон c4 вынуждаем ход c6 то есть теперь пешка не пойдет на c5 и вот то что вы видите на доске движок оценивает как плюс четыре с половиной плюс 5 особенно после хода ферзь е8 рокировка конь d7 тут сразу заканчивала партию g4 конь е2 слон а6 g4 это правильно конь b6 здесь плюс пять с половиной дает взятие на d5 и ферзь d3 то есть черным надо бить на c1 gfg и пешкой побежала ферзи это я видел кстати но мне показалось да я сейчас покажу что я зевнул я зевнул что вот в этой позиции значит конька согнали грожу пойти f5 я зевнул что есть вот ферзь f5 ферзи разменивать надо а теперь один черный конь здорово расположился на d5 а второй идет на е6 слона 3 ход видимо сильнейший повезло что он погнался за качеством и здесь я еще одну ошибку при реализации допустил не поставил слона на g5 после слона g5 партия заканчивается практически сразу ладей на коневую черный безнадежный но я заметил что после слона c5 и е7 коль против слона должен выигрывать легко бить на е7 поэтому нельзя а слона 6 запер заперт в такую клетку из которой не может вырваться вот это чуть было этот нюанс который я подметил чуть было не помешал мне выиграть партию значит следующую серию ходов я не комментирую то есть зафиксировал структуру объективно позиция выигранная конь бьет е7 грубая ошибка и в этой позиции значит король f3 король е6 все пока логично привел кони обратно на c3 в этой позиции я посчитал вот критическая позиция я посчитал вариант d5 cd конь е2 грозит коль d4 коль бьет f5 и черные сдаются надо ходить король f7 коль d4 король g6 конь f3 угрожает коль бьет h4 коль бьет f5 и черные сдаются и после король d4 король бьет d5 черные все-таки сдаются они не успевают добраться дни не добраться до пешки f4 не запустить пешки а и b вот это я посчитал думаю о какой прикольный вариант есть кони а4 король d5 коль c5 пешечный веншплю черных безнадежный потому что пешка е защищенная проходная что я тут посчитал он c5 dc король c5 b4 король d5 король c3 ну и дальше дело техники то есть несложной техники сейчас король придет и все съест беда в том что после слон бьет c5 dc мой противник мог пойти король е6 и можете ставить на движок можете пытаться пробиться сами белое не в состоянии реализовать лишнюю пешку никак не нет у них полей прорыва да ну альберт поверил мне на слово тоже испугался идти в пешечный взял на опять и здесь я уже конечно ну здесь кольце 5 тоже выигрывала тут важный момент что после слон c5 dc вместо король на король бьется 5 белое вместо король c3 опять ходят b4 и позиция легко выиграть ну коль d6 выигрывает еще проще и здесь альберт сдался ну понятно да то есть даже сейчас король е4 на слон же 3 в 6 и как-то пешки не держатся звонок тревожный в следующем туре я играл черными против так черными против антона исаева томский тренер достаточно молодой очень крепкий белыми как мне сказали он играет каталон но иногда ходит е4 вот со мной пошел е4 и в каракане такая известная линия ферзь е1 я подозреваю что объективно сильнейший ход здесь кони в 6 плюющий на ключевую идею белых ключевая идея белых заключается в следующем а или не кони в 6 даже а слон d6 вот плюющий на основную идею белых f3 брать на h2 теперь нельзя из-за король h1 слон h5 ферзь h4 вилка ну или слоны в 5 слон бьет f5 е в кони в 4 или конь g3 шах и съели слона вот поэтому надо ходить слон h5 и вот у белок такая идея прикольная ферзь h4 слон g6 наглухо разрушили черно-пешечную структуру но я смотрел партии незадолго до этого турнира там кони в 4 король f7 потом ладья е8 кони в 6 е5 и у черных отличная игра несмотря на то что пешечная структура но выглядит совершенно отвратительно тем не менее посмотрел я это давно и за доской решил сыграть понадежнее взял на едва и эта позицию у черных похуже прилично похуже потому что у белых два слона есть возможность при случае наступления на королевском фланге конечно правильный ход здесь ладья а е1 если белые играют на победу ладья f нужно для того чтобы если удастся коня в кинуть на е5 сыграть и в 4 а если последует перевод слона на g3 и черные разменяются чтоб можно было взять и в же и ладья f1 тоже отлично работает по линии f то есть вот эти позиции мне играть совершенно разонравилась последнее время но впрочем у нас было так слон же 3 я на всякий случай пригрозил ходом b5 то есть понятно что сейчас сразу это не сделать но при случае но же 3 по-прежнему не бью даже сладью на f1 мне совсем не нравится идея fg и потом же 4g5 перестроились на линию f поэтому же 6 король g7 ну и наш 4 конечно аккуратный ход h5 полностью лишая черных каких-либо проблем и я его не сделал я сыграл е5 не точность и несмотря на то что эта позиция объективно равная по-человечески играть противно сильный ход h6 неплохой ход слон b5 то есть коня не на е5 не не надо 4 пытаются не пустить коль должен идти на е7 ферзь е3 напали на а7 очень все здраво d4 ходить противно коню идти не может из-за ферзь е8 с матом b5 слон b3 ну от пешки d5 надо избавляться ферзей желательно тоже поменять без ферзей пешка h6 может оказаться не гвоздем в позиции рокировки а слабости поэтому правильный ход ферзь g5 ну и d4 обязательно надо избавиться от слабости мне не нравилось за доской ладья d1 я никак не мог понять могу ли я сыграть d3 как-то выглядит страшно вроде бы слон c2 нету мы просто не d2 на d2 слон бьет f5 от dc да и нельзя бить на d8 потому что после король е7 пешка не держится ну и здесь я угрожаю ладья d1 шаг c1 ферзь и наверное у меня выиграна но в общем уверенности в том что d3 хороший ход как вы догадываетесь у меня не было то есть есть всякие ходы типа g4 например в этой позиции с дальнейшим слон c2 мой противник взял на d4 и нанес мне удар который я не видел слон d5 бить слона нельзя ферзь е7 ферзь е8 мат коль d4 рискует оказаться под прицелом ход f6 вынужден ход конь f5 вынужден коль висит на d5 бить нельзя из-за ферзь е7 ферзь е7 мат и вот критический момент здесь антон вместо того чтобы сыграть ферзь а7 ферзь бьет d5 ферзь бьет h7 с неизбежной ничьей от вечного шага движок уверяет что хорошей защиты нет есть куча сильных ходов у черных но все они ведут к вечному шагу скажем ферзь d2 самая четкая ферзь h8 король f7 все защищено ферзь h7 никто не может уклониться но антон на свою беду нашел как меня обыграть он сыграл здесь ферзь c3 слона бить надо ферзь f6 король g8 и теперь g4 то есть коль обязан уходить на 6 ладья е7 подозревают здесь антон посчитал вариант кони в 7 владея f7 ферзь f7 ферзь d8 король g7 ферзь d4 ну конечно белые здесь не обыграли меня но ничья у них вообще беспроблемная но на беду белых нашлась мелкая тактика вот повезло что решал задачки наличь с ферзь h5 король не может идти на же 3 хотя бы из-за кони в 5 бьет е7 король не можно пить и ножи один из-за ладья d1 ферзь h1 и кони в 5 опять же или ну там в общем или макс ставлю поэтому надо идти на же 2 но если есть желание паузу нажмите так приятно один раз я такой удар не нанес ферзь h2 бить нельзя из-за кони g4 вилка то есть ничего сложного нет король f1 уходить нельзя из-за ферзь h1 эти продвигают король f1 ферзь h1 король е2 ферзь d1 король е3 конь g4 и белая без ферзя а на король f3 ферзь бьет f2 и та же самая вилка на g4 при этом брать белые обязаны там ферзь на f6 сзади ну и вот здесь мой противник сдался то есть неожиданно во второй день я набрал пять очков причем рассказать что заслуженно кого-то обыграл да наверно заслуженно да но теоретически очков было могло быть несколько поменьше снова вечером пообщался с екатериной валентиновна ковалевской и утром на следующий день решал задачи впрочем по 3 про третий день будет отдельный ролик чтобы у вас слишком сильно не утомлять спасибо за внимание